Здравствуйте! Сегодня краткий рассказ о строительстве в Приэльбрусе, в горных районах Кабардино-Балкарии. И так уж получится, что о пеплоблоке, так называемом местном строительном материале. В июле я по неслужебной надобности был при Эльбрусе, даже на Эльбрусе, и в процессе движения вверх наблюдал строительство и уже готовые построенные объекты в горных районах Кабардино-Балкарии, то есть, собственно, балкарские районы. Живет там примерно 100 тысяч из 900 тысяч жителей Кабардино-Балкарии. Строить в Кабардино-Балкарии строили раньше. В первую очередь из местных строительных материалов. Это был местный кабардинский известняк. Довольно хорошего качества, годился и для производства извести. Пиленные блоки из него, постройки из пиленных блоков встречаются широко. В современных устах, а, помимо известняка, использовались также обломочные породы от разрушения главного Кавказского хребта. Помимо этих традиционных камней, стройки, современные стройки, в первую очередь используется железобетон с заполнением из бетонных блоков. Железобетонный каркас, поскольку регион естнический, бывает, кстати, и бескаркасное здание, однако здесь вот в кадре мы видим здание с железобетонным каркасом. Колонны, диски перекрытия с мощными ригелями, выходящими на фасад, сквозными ригелями на всю толщину стены. Вот видим пример бескаркасного здания, где, однако, все равно мощные ригели сквозные в уровне перекрытий проходят сквозь всю толщину стены. Так вот, заполняется такой железобетонный каркас, либо возводятся несущие стены из пеплоблока. Местный строительный материал, производимый в первую очередь в Нальчике, который... Ну, я хочу вот что еще показать. Значит, как возводятся стены, какой толщины. Стена с тычковыми рядами, с ложковыми, со смещением. Стена толщиной 390 мм. То есть, размеры блока 390 на 190 на 188, толщина стены 390 мм. Далее, без дополнительного слоя наружной теплоизоляции, поверх кладки, используется либо штукатурка, либо облицовка камня непосредственно по кладке. То есть, получается стена 390 мм. Блок бетонный, пеплоблок и наружная отделка. Вот, собственно, на экране мы видим даже здание МЧС, то есть, построенное за бюджетные деньги в Тирсколе, в местности, где климат близок к Подмосковному. Но, это уже горный район, соответственно, видно, вот там, где отлетела плитка, хорошо видно, что однослойная стена без наружной теплоизоляции. Просто та же самая кладка из пеплоблоков, облицованная плиткой. Здесь я хочу рассказать немножко об этом пеплоблоке. Ну, то есть, меня так заинтересовал такой вид строительства. Он вызвал во мне столько эмоций и столько желания вникнуть в суть, что я полез в нормативы. Значит, требования к теплозащитным свойствам ограждающих конструкций в Кабардино-Балкарии. В СП-131-м, строительная климатология, для всей Кабардино-Балкарии приведем только один населенный пункт реперна. Это Нальчик. Нальчик – это равнименная область, предкавказье, по сути, климат теплый. Градусы суток отопительного периода, там, для жилых зданий примерно 3260. То есть, климат весьма мягок. Для сравнения, кстати, то есть, смотрите, 900 миллионов проживает, ой, 900 тысяч жителей проживает в Кабардино-Балкарии, для Кабардино-Балкарии один населенный пункт. Камчатский край, где проживает раза в два примерно, а то и в три меньше, чем в Кабардино-Балкарии. Для него в СП-19 населенных пунктов с разным климатом. Просто наблюдение. Так вот, значит, определили количество градусов суток отопительного периода. В соответствии с ними, по СП-50, 13-330, тепловая защита зданий, нашли требуемое сопротивление теплопередачи. Получается, что для стен приведенное сопротивление теплопередачи для анальчика требуется 2,54 квадратных метра на градус на ватт. Это значит, что условное по глади стены должно быть около 3 квадратных метров на градус на ватт. А минимально допустимое, которое с коэффициентом 0,63, получается 1,6 квадратных метров. То есть, около 2 поглади. Соответственно, что за материал используется для кладки наружных стен? Пеплоблок. Изделие, производимое, вернее, выпускаемое на рынок по ГОСТ-6133. Камни, бетонные, стеновые. Состав, по крайней мере, декларируемый. Вулканический пепел, цемент. Все характеристики пеплоблоков я принимал по сайтам их производителей, по декларациям. То есть, просто по публичному, уж не знаю, носит ли это характер публичная аферта, в общем, по их рассказам о самих себе. Способ производства – полусухое вибропрессование. Прочность жидовые камни, значит, марки М25 до М75. Морозостойкость, как правило, 25 циклов. Больше никто не декларирует. Плотность брутто, то есть, с учетом объемов пустот, от 850 до 1100 кг на кубический метр декларируется. Пустотность при этом высчитываемая, получается, 35-45%, если принимать толщину стенки 40 мм. Начинаем чуть глубже вникать. Значит, вес одной штуки 15 кг, пустотность около 40%, значит, плотность бетона самого примерно 1600-1700 кг на куб. То есть, бетон формально даже не является легким. Легкие бетоны у нас имеют плотность до полутора тонн на кубический метр. Характеристики по теплопроводности. На сайтах производителей, на одном только нашел внятно продекларируемое, написано 0,132 ватта на метр квадратный. Ну, размерность набранная и 0,132, ну, я так полагаю, в сухом состоянии. То есть, врать, ну, как-то умеренно. Пойдем дальше. Значит, какова их теплопроводность должна быть, ну, и какова она, собственно, есть на самом деле в нашем подломном мире, управляемом одинаковыми физическими законами. Плотность бетона, примем, что она полторы тонны на кубометр. То есть, возьмем заведомо улучшенные характеристики пеплоблока. Получим, что теплопроводность сухого бетона примерно 0,46 ватт на метр на градус. И если мы возьмем его форму с толщиной стенок 40 мм и возьмем соответствующие эти формы табличные значения приведенной теплопроводности кладок ПЕН 1745 к приложению Д, где используются не двух, а четырех или шести пустотные блоки, то есть заведомо лучшей теплотехникой, то мы получим, что расчетная теплопроводность кладки в сухом состоянии составляет примерно 0,42 ватта на метр на градус. А сопротивление условной теплопередачи по глади стены такой кладки составит при толщении 400 мм около 1 квадратного метра на градус на ватт. Таким образом, кладка из блоков, из пеплоблоков толщиной 40 см обладает сопротивлением теплопередачи по глади примерно 1 квадратный метр на градус на ватт. А это, соответственно, примерно 1 треть, 1 вторая от требуемого сопротивления теплопередачи для наальчика. А для горных районов Кабардино-Балкарии требуемое сопротивление увеличивается еще в полтора раза, примерно. Такая кладка, кстати, для наальчика почти удовлетворяет требованиям СНИП «Строительная теплотехника» издания 1979 года к температурному перепаду между внутренней поверхностью наружного ограждения и температурой внутреннего воздуха. Короче, в сильный мороз стенка на ощупь холоднее комнатного воздуха, должна быть не более чем на 6 градусов. Требование было обусловлено тем, чтобы минимизировать вероятность возникновения конденсата на внутренних поверхностях наружных стен. Так вот, в Нальчике такая стенка в некоторые зимы не будет обеспечивать требования СНИП «Строительная теплотехника» еще тех старосоветских времен. И даже конденсат будет на стенах в некоторые зимы. Ну и в местах железобетонных включений в кладку. То есть, как только у нас есть каркас, каркас не утеплен, каркас однозначно промерзает. Расчетная температура наиболее холодной пятидневки минус 21 градус Нальчике. Каркас промерзнет. На внутренней поверхности, возможно, не только конденсат, но и изморозь. Таким образом, вывод в двух слайдах. Стены из пеплоблоков не соответствуют требованиям СП-50-13-330. Даже в Нальчике, не говоря уже о горных районах Кабардино-Балкарии. При этом в местностях, где строят стены, просто ужасно несоответствующие требованиям, проживают около 100 тысяч человек. Ну и второй вывод. Эквивалентная теплопроводность кладки из пеплоблоков в сухом состоянии составит 0,4-0,5 Вт на метр на градус. А, соответственно, условное сопротивление теплоперережи такой стены толщиной 390 мм составит 0,8-1 м2 на Вт на градус. Вот, это к вопросу о том, что наружная теплоизоляция от прикладки при стенах из пеплоблоков, пожалуй, полезна. Либо хотя бы 100 мм газобетона Д-400 снаружи от такой стенки в Нальчике спасут застройщика от нарушения требований действующего законодательства. Идея понятна. 100 мм газобетона снаружи от такой стены – проблема решена. Спасибо за внимание. Всего хорошего.